А тут у нас есть гениальное видео, значит, основной секрет Артификса. То есть, как Артификс писал треки до того, как стал богатым. Я в махровом халате, потому что у меня нет халата, как у профессора. Поэтому я в махровом халате, но суть вы поняли. Короче, недавно я вспомнил, что у меня есть Ардуино. Ардуино это такая штучка, кто не знает, микроконтроллер. Микроконтроллер. Проще говоря, маленький компьютер, который вы можете сами запрограммировать. То есть, тут есть некоторые входы, выходы, аналоговые, цифровые, питание. Знаем, были подписаны на Анику Абрайан. Несколько лет подряд смотрели. Земля. Видосы про Ардуино. Кнопка перезагрузки. И, в общем, это можно подключить компьютеру, загружать туда программы, которые называются скетчи, которые вы сами пишете на языке, который похож, там, на C, C++, Java, вот это вот все. В интернете полным-полно всего про Ардуино. В общем, почитайте, без меня разберетесь, я думаю. Тем более, я не особый спец в этом. Так вот, у меня есть Ардуино, и я подумал, почему бы не сделать что-нибудь прикольное с ней, и еще что-нибудь связанное с музыкой. Например, сделать музыкальный инструк... Я хранитель пламени Ардуино. ...из микроконтроллера и чего-нибудь... Извините. ...что у меня есть дома под руками. Вот. Я специально решил попробовать в тестовом режиме запустить эту рубрику с Ардуино. Ничего особо крутого не закупать, а вот просто с подручных материалов что-нибудь собрать прикольное. И сегодня мы соберем это. И я покажу, как я это делаю. Ну, вообще, Ардуино прикольная вещь. Можно всякие приколюхи на ней делать. Можно моргать светодиодом. Можно, не знаю, мерить температуру, собирать какие-то данные, передавать это куда-то. Короче, много возможностей. Еще можно закупать всякие надстройки к нему, всякие расширения. И есть много аналогов. Не только Ардуино, есть другие платы. Там, копии этих плат. И какая-нибудь Искра, по-моему, называется. Короче, много всего, и это все примерно одинаковое. В интернете полно этого. Ролик, на самом деле, не совсем про Ардуино. Но прежде чем мы начнем, я хотел напомнить вам, что наступила осень. Уже давно, уже идет середина осени. И многие до сих пор... Видос про осенний... С тех пор даже сам подписался. Так вот, давайте перейдем к коллайдру. Ну, точнее, на стол я буду втыкать проводки и рассказывать, что происходит. Итак, что же нам понадобится? Сама плата Ардуино Уно у меня, если что. Вот такая хрень. Она называется Брэдборд, по-моему. Ну, короче, здесь можно без пайки коммутацию производить. Очень удобно, короче. Разные проводки. Диод я вытащил из старой гитарной педали, потому что... Ну, у меня почти нихера нет, если честно. Но, тем не менее, мы все равно кое-что соберем. Что же надо делать? Во-первых, воткнуть в компьютер Ардуино, чтобы можно было туда закачивать скетчи и чтобы у нее было питание. Можно тут подключать питание внешне, но пока удобнее так. Вы скажете, что же интересного ты нам подготовил? И где то, что мы видели на превью видео? Вот! Кусок огурца. Я просто помню... О, в фанфуре! Наследие великого в фанфуре живет! Когда давно был видос, где какие-то чуваки сделали специальную плату... О, был видос, где... Какой-то чувак сделал желе, блядь! ...которое можно было подключать разные предметы, и они использовались как клавиши и как мышка. Короче, можно было сделать клавиатуру из чего угодно. Там, из бананов, из других фруктов. Ну, короче, из любых только проводящих предметов. Я решил, целая плата, а хотя тут все не так сложно, можно сделать самому. И вместо бананов я как простой русский человек решил использовать огурцы. А так как я простой русский бедный человек, я решил использовать кусочки огурцов, потому что много огурцов это слишком жирно. Пробовал ли ты огуречный лосьон с желатином? Вот что мне интересно. Так вот, огурец у нас будет выступать в качестве кнопки, в качестве клавиши. Чего отличается восьмиклассница от огурцов. У огурцов попки горькие. Его мы, собственно, и подключим. Втыкаем провод в огурец и огурец втыкаем в аналоговый вход. Огурец есть. Что нам с ним делать? Нажимаю, ничего не происходит. Возможно, что-нибудь и происходит, но как узнать? Для этого надо подключить индикацию. Индикация это такая чудесная вещь, придумали человечества, чтобы знать, что происходит или не происходит, когда что-нибудь нажимаешь или не нажимаешь. Поэтому возьмем диод и воткнем его. Теперь, при большом желании, я могу написать программу, которая будет зажигать этот диод при соблюдении каких-то условий. Например, при нажатии на огурец. Но, как мы видим, нихера не происходит. Естественно. Берем кусочек фольги и прикрепляем сюда провод от земли. Просто зажимаем. Нормально, я думаю, сойдет. Надежное соединение. Даже изолента не потребуется. И теперь все работает. Смотрите, я нажимаю на огурец и лампочка горит. Чудеса! Все. Ставим лайк, подписываемся на канал. Теперь осталось только извлечь из этого всего звук. Что происходит? Я объясню. У меня уже программа написана на самом деле и загружена сюда. Проверяем напряжение на аналоговом входе. Когда я касаюсь огурца, оно меняется. По-моему, падает в ноль. Ну, давай, работай нормально. Напряжение меняется. Я узнаю об этом и подаю сигнал на диод, чтобы диод зажигался. Чудеса! Наука! Классно! Осталось теперь вместе с зажиганием диода, например, издавать какой-то звук. Но как издавать звук? Здесь же нет никакого динамика. Мы сделаем динамик самостоятельно. Из чего, скажете вы? Конечно же, из пьезы. Втыкнем, значит, наш динамик. Одной ногой на минус, второй ногой на другой цифровой выход, через который мы тоже будем подавать сигнал о включении звука. Мы раньше использовали пьезу в моих видео, как вы знаете, чтобы снимать колебания. То есть инструмент колеблется, пьеза сама по себе вырабатывает сигнал, такая вот она, чудесная, от природы. И мы этот сигнал считываем, и, короче, получается классно. Но она работает и в другую сторону. Она работает не только как микрофон, но как и динамик. То есть мы подаем туда... Олег, пой в микрофон. Сигнал, и пьеза начинает вибрировать сама по себе. И то есть, когда я нажимаю на огурец, я могу подать команду вибрирование пьезы с определенной частотой. Но физику не обманешь. Пьеза очень маленькая, поэтому мы не слышим практически ничего. Сейчас я поднесу вам микрофон. То есть еле-еле что-то слышно. Это нас не устраивает. Поэтому нужно сделать динамик. И динамик я сделал из какого-то говна. Адиайлкин 12. Ты что, меня за идиота выдаешь? Спасибо. Я просто куплю на Амазоне за 15 фунтов. Как знаешь. Куплю на Амазоне за 15 фунтов. Можно дешевле. Ну ладно. Это крышка от коробки с субочистками. На ней бумага. Бумага будет выступать в роли диффузора. Крышка в роли... Спасибо за 300. ...резонатора. И сейчас мы наклеим сюда пьезу. И станет заметно громче. Только нужен скотч. Слушаем теперь. Вуаля! Динамик из какого-то говна и пьезозвукоснимателя готов. Круто же! Просто из подручных средств. И таким образом мы можем подключить вторую клавишу. То есть возьмем второй кусок огурца и подключим на другой аналоговый вход. И теперь у нас можно издавать два звука. И на этой плате конкретно шесть аналоговых входов. Поэтому мы можем подключить только шесть клавиш. Так сказать, шесть кусочков огурца. Этим сейчас и займемся. И на каждый навешиваем отдельный звук. Но это уже в программе. Исходный код я, наверное, оставлю в описании. И если мне будет не лень, я даже, возможно, его прокомментирую. Ну, в смысле, комментарий проставлю. Чтобы вы могли тоже позаниматься такой хернёй у себя дома, если у вас есть микроконтроллер. Итак, вперед! Нарезать огурцы! Время нарезки! Так, народ, я немного затупил вначале. Конечно, не надо класть огурцы прямо на фольгу. Просто это у меня работало, потому что конечно, надо проложить между фольгой и огурцами что-то. И мы получили шесть клавиш. И сейчас мы будем программировать! Теперь, когда наш огуркофон собран, надо его запрограммировать. То есть, что надо сделать? Надо присвоить каждому огурцу определенный звук. Точнее, чистоту звука, которую мы посмотрим по таблицам в интернете. Соответствие ноты и чистоты звука. Исходя из той мелодии, которую нам надо сыграть. Собственно, это не сложно. Сейчас накидаем несколько условий и все будет хорошо. итак, наш огуркофон готов. Чтобы вам было лучше слышно, я, наверное, положу микрофон к динамику. Динамик у нас хоть и сверхски мощный, но все равно... Это поворот. Тиховато. Оно... Элит супер снайпер, 300 рублей. Кажется, группа Death Grips использует похожие технологии. Безусловно. Конечно, иногда немного троит, но тут ничего не поделаешь. Это все-таки огурцы. Нажимаем на кнопки. Получается звук. Что еще прикольно, что сам по себе случайно у меня получился арпеджиатор. То есть, если зажать более одного огурца, то они будут издавать звуки по очереди. То есть, например, если мы зажимаем 1, то у нас идет 1 звук. Если 2, 2, причем в случайном порядке. А если больше? Бля, заебал, чувак. У меня в башке пульсирует хуйня какая-то из-за этой поебени.